Здравствуйте! В эфире Якутия 24 новости экономики. В студии Евгений Баженко. Названа сумма, которую заплатит Алроса правительству Якутии за 10% акций компании Алроса Нюрба. Это около 12 миллиардов рублей. 90% акций Алроса Нюрба уже принадлежит алмазодобывающему монополисту Алроса. На покупку, как сообщалось ранее, может быть направлена часть средств, вырученных от продажи непрофильных газовых активов, аукцион по которым состоялся на прошлой неделе. О решении продать 10% пакет акций Алроса Нюрба власти Якутии объявили в марте прошлого года. Тогда стоимость пакета была равна 13 миллиардам 800 миллионам рублей. Вырученные средства планировалось направить на оздоровление авиакомпании Якутия, ГУБ ЖКХ и поддержку местного производства. Новые майские указы президента могут выйти в свет. По информации РБК в Кремле готовятся программные поручения Владимира Путина по аналогии с майскими указами 2012 года. РБК ссылается на федерального чиновника и двух источников, знакомых с ходом обсуждения документов. В настоящее время министерства предоставляют свои инициативы в администрацию президента. Это происходит в рамках подготовки послания в президента федеральному собранию, которое будет зачитано 1 марта, а позже может быть трансформировано в серию указов. Напомним, что в 2012 году по итогам майских указов было сформулировано 218 поручений с разными сроками исполнения. Последние из них должны быть реализованы в 2020 году. В них, в частности, речь идет о повышении зарплат бюджетников. С 1 июля этого года все госзакупки должны будут проводиться в электронной форме. Согласно поправкам 44-й федеральный закон, бумажные конкурсы остались в прошлом. Госзакупки полностью переведены в электронную форму. Об этом в интервью в российской газете сообщил замглавы федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян. По его словам, уже невозможно будет подсмотреть, какую заявку подал и подсказать аффилированным участникам для того, чтобы они выиграли конкурс. Такого уже в принципе не может быть. В электронных закупках появляются все защитные механизмы, включая анонимность подачи заявок, полагает чиновник. Через 3-4 года имеющихся на сегодня мощностей якутской ГРЭС-2, первая очередь которой будет введена в строй, недостаточно. Об этом на встрече главы республики с доверенными лицами сказал Юрий Коркин, член комиссии администрации Якутска по вопросам городского хозяйства, строительства и предпринимательства. Поэтому необходимо уже сейчас решить вопрос с дальнейшим развитием тепла и электросетей. На это Егор Борисов сообщил, что 29 декабря прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев дал распоряжение о строительстве второй очереди ГРЭС-2. Граждане страны продолжают брать в долг более 2,5 миллионов новых кредитов россиянам выдали банки в январе. Это почти на четверть больше, чем в январе 2017 года, сообщает Объединенное кредитное бюро. Больше всего было выдано кредитов наличными 1 миллион 820 тысяч на 227,5 миллиардов рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос до 125 тысяч. Кредитных карт выдано 669,5 тысяч общим лимитом почти 50 миллиардов рублей. Ипотечных кредитов 62 тысячи 900 на общую сумму порядка 117,5 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита 1 миллион 870 тысяч рублей. Далее идут автокредиты 26,5 тысяч кредитов на 20 миллиардов 230 миллионов. Средний размер автокредита 763 тысячи. Инвесторы из страны восходящего солнца заинтересовались вложениями в экономическое развитие Якутии. Японский банк международного сотрудничества готов рассмотреть реализацию трех проектов в области ЖКХ, сельского хозяйства и городского транспорта. Об этом сообщил в соцсетях министр инвестиционного развития и предпринимательства Республики Антон Сафронов. Цитата. На этой неделе приедет Японский банк международного сотрудничества. Должны обсудить финансирование проектов по трем направлениям. По линии Министерства ЖКХ, Минсельхоза и линии городского транспорта. Кроме того, по словам Сафронова, большая работа в области развития инфраструктуры и связи проводится в настоящее время в Аймеконе. Уничтожить контрафакт на алкоголь сразу после его обнаружения без решения суда предложил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, который курирует алкогольный рынок. Об этом сообщила газета «Известия». Судебного решения приходится ждать от полугода до двух лет. Все это время контрафакт занимает место на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 гектаров. Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 миллиона рублей в месяц, то теперь это уже 40 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе чиновника. Председатель счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова подвергла критике пенсионную систему. «Сегодняшняя бальная формула так и не заработала в полном объеме. Мне кажется, нужно еще раз вернуться к вопросу классического пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и от того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности», сказала Голикова. Также она высказалась по поводу пособия по безработице. Минимальная и максимальная величина пособий на сегодня сохраняется на уровне 2009 года и составляет соответственно 850 рублей и 4900 рублей. Таким образом, даже максимальный размер пособия сейчас составляет чуть более половины установленного с 1 января 2018 года минимального размера оплаты труда. Люди просто не видят смысла реагировать, регистрироваться в службе занятости, собирать бумаги, чтобы получать пособия, на которые невозможно прожить. Но что касается вопроса об отмене пособия, то такая постановка в отсутствии предложения, что должно прийти на смену преждевременно. Таково мнение председателя Счетной палаты России. Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Закон предусматривает, что кредитные организации после совершения заемщикам каждой операции с использованием карты обязаны проинформировать его о размере текущей задолженности и о доступной сумме кредита. Эта информация будет предоставляться по СМС или электронной почте. Около 300 миллиардов рублей составит расходы операторов на внедрение системы связи 5G в течение пяти лет. План стимулирования инвестиций в развитие сетей пятого поколения в марте должен быть внесен в Минкомсвязи России, а потом в правительственную подкомиссию по цифровой экономике. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.